Уважаемые коллеги, уважаемый Андрей Александрович, длина профессора Дорожа, спасибо за приглашение. Я хочу вам сказать несколько слов, как немецкие студенты учатся за рубежом. Вы много будете слушать, что профессор Комьяков уже сказал, потому что глобальные тенденции, которые он в начале презентации заметил, конечно, и в Германии играет роль. Я потом очень рад ответить на ваш вопрос. Я уже слушаю большими ушами, какую роль играет английский язык в Германии, как мы это сделали, потому что у нас уже от всех курсов почти 20% преподавания происходит. На английском языке я слушаю, что такое глобальные образования, и они, по-моему, понят, почему программа не так работает, как должна работать, но в начале даты и факты. Я в начале хотел сказать вам несколько цифров, как немецкие студенты и где они учатся, куда они едут, потом мотивация, какие причины есть. Я сам знаю, что в течение 10-15 минут не могу сказать в том числе, какие мотивации есть, но я всегда в частности, если вижу такую аудиторию, то знаю, что здесь сидят три человека, которые из Казани учились два года в Германии, получили степень мастера, учились два года в магистратуре. И я хотел сказать, как это у нас в Казани все происходит, какие специальные программы есть для наших гостей. Наша бундесканцерин Ангела Меркель и не только Ангела Меркель читает, что до 20-го года 50% всех студентов должны провести как минимум один месяц за рубежом, и это не его личное мнение, это официальная политическая программа, которую наши лидирующие партии, социальные демократии, партии Висканский совет подписали 5 лет назад. Значит, у нас очень высокая поддержка от правительства и даже подписано договоры двух партий, что это официальная цель. ДАД должен достигать этой цели, и в сегодняшний день около 40% тех студентов, которые учатся в магистратуре, это уже делают. Я сразу скажу вам, другая цель, это что в Германии учатся до 300 тысяч студентов, мы достигли уже цели, уже сегодня. Это тоже профессор Хамяков заметил, что Германия станет более интересной. Но я могу сказать вам почему, это не только магистратуре. Почти два месяца учатся в Германии, это уже сейчас побольше, 126 тысяч студентов учатся за рубежом. У вас есть такой интересный вопрос, они получат степень, ученые степень или бакалавра, или магистра за рубежом. Это 50%, это связано с всяким количеством студентов, значит, миллион или больше миллиона немецких студентов должны учатся за рубежом. Это другая цель. И распределение по странам и регионам, это наши старые друзья. Можно так сказать, в Западной Европе, Австрия, это очень самая интересная сторона для немецких студентов, почему, конечно, язык. В Австрии, по-моему, не говорят по-немецки, но немецкий диалект. Короче, там можно спокойно учиться на немецком языке. Нидеранды. Нидеранды очень тоже прибыль соцсет Германии. Очень сильно, уже 30 лет тому назад, выделили большие деньги, чтобы преподавание проспорить на английском языке. В Великобритании, Швейцария, тоже традиционные партнеры язык играли, и, конечно, в соседство. Российцы, члены того, 190-189 человек учатся или учились три года тому назад полностью здесь, чтобы получить святые бакалавы или магистры. А регионам тоже Западная Европа играет огромную роль для немецких студентов 80%, но все равно другие районы очень сильно растут. Сейчас Китай, не только Китай и Вьетнам, а Азия растет. Немцы туда хотят. Так, здесь видно, еще побольше. Общий количеств, вы тоже уже слушали презентацию, растет очень сильно. Я учился в Москве и в Казани в 1905 году. Я был в Мунии и экзотом, но сегодня это уже не исключение, но правда, что студенты как минимум провели месяц, семестр или даже год за рубежом. Это очень хорошо для географии, я думаю, так же это в России. Распределение по специальностям. Экономические науки 20%, правовые и общественные науки 18%. Гуманитарные науки не такую роль не играют, зато математика, естественные науки и инженерные науки, медицина около 8%. Для наших гостей, может быть, знаете, у нас открылся два города, как можно назвать, первый русский, немецкий вуз в Казани, на базе технического университета. Это тоже важно для обоих сторон, и для России, и Германии, что развитие инженерских наук, и там сильно происходит, именно, что сегодня рабочий рынок требуется. Там, кстати, преподавание на каком языке, угадайте, пожалуйста, на английском, и не на немецком, и не на русском, но на английском языке полностью. Цели пребывания или как в нуле ехать? У нас две различные программы, как можно провести в свое время в вузах за рубежом учеба по специальности, играют важную роль 50%, потом практики, практики, это всегда понятие, это есть там специальная научная цель. У нас читается практика, если человек исследует, для диссертации в библиотеках образовательная стажировка, и языковое курсы не такую роль играют, как я, например, думаю, когда готовлю эту презентацию. В летней школе очень интересный инструмент, чтобы привлечь студентов, мы в Казани провели, в Екатеринбурге постоянно тоже происходят в летней школе, что люди из Германии познакомятся, например, с Россией. Это, по-моему, величайный инструмент, и мы там вырежем и большие деньги. Мотивация. Я, когда готовый к презентации, удивлен, я думаю, что научные факторы или языковые требования не такую роль играют, но важно про аформирование личности. Я сейчас, я там сразу, я не верю в этих цифрах, и важно, когда зритель самостоятельности, что важно для будущей карьеры, только на третье место, все равно 70%, но личные причины для немецких студентов играют очень, очень большую роль. И повысить профессиональную квалификацию 60% позволит рассчитывать знания по специальности не такие важные элементы. Значит, немецкие студенты в первую очередь любят познакомиться с другими вузами, с другими культурами и системами. Я сейчас знаю, что наши студенты, наши стипендаты делают задушённые. Тоже интересно помнить, какие впечатления останутся от тех, которые провели образование заведомо, очень довольные, или вот превращение все ожидания, очень довольные. Нет таких, которые очень недовольны. Видите, но есть такие, один, или крайне недовольные, тоже 1%, 1%, это тоже интересные цифры. Опять-таки, софт-скейтс, не такие, ага, научные, сайенс-скейтс. Результаты пребывания, люди нашли друзья, это и цель B1, что, конечно, и они работают вместе в научной сфере, не друзья, которые вместе вечером смотрят футболь, но это главная цель, почему такие немецкие государства выделить ежегодно огромные деньги, не только ДИАД, а какие научные общества, как Deutsche Förstenskommand, Schatten, Хольцказейшер, вы все знаете, что люди в будущем работают вместе. Это главная цель всех научных организаций. Erasmus Mundus Rancho сегодня и Erasmus Mundus, и Erasmus Plus очень важную роль играет, я участвую, что Россия несколько лет тоже может участвовать. У нас есть такая тенденция, что немецкие студенты раньше преподчитали однозначно такие страны, как Франция, Испания, видеокупления с исключением, там Erasmus не так работает, но мы видим последние 2-3 года, что именно Восточная Европа в стране, как Венгрия, Польша, Румыния, Бургария и, конечно, Россия там входит потихоньку в центре внимания и что такие страны, как Франция, Испания не такую роль играют. поэтому я считаю, что Erasmus гонус это первоначальный элемент, чтобы привлечь иностранных студентов, чтобы они получат представление. Мы внимательно смотрели такие сайты, старые наши, которые совсем свежие, какие новые, но мы считаем, если человек видит Екатерингу, Калининград, Казан, у нас есть ассоциация ведущих вузов, подписали недавно договор с ними. Если они здесь, в стране, это ничего особенного, что я скажу, это всегда важнее, что и на будущие научные контакты и на развитие обоих сторон. Финансирование очень важна роль. У нас говорит гостиница «Мама», у нас больше всего студентов еще дома живет, это тоже очень интересная новая тенденция. И родители, и партнеры оплачивают и помогают. Это не абсолютные цифры, вы сразу видите. Немецкие студенты зарабатывают во время учебы, у нас есть такая цель преимущественность, я сам работаю в Фольксвальне, вы покупаете Фольксвальн в 92-м году и в 95-м году потому что я там работаю. Это очень популярно зарабатывать деньги первые 2-3 года, а потом тратить и за рубежом. На семестр пребывания степеней Европейского Союза 41% немецких степеней, как вы видите, это ДАД, это не других организаций. И в Германии есть прекрасный грант, это называется баффе, это и работают, если человек хочет учить за рубежом. Это студентический кредит, это почти все люди получат, где родители не зарабатывают так много, как положено, чтобы провести время за рубежом. Сейчас ДАД, Германское служба климических обменов. Я хотел показать вам, как мы работаем, какое количество. У нас уже больше миллиона немцев получили грант ДАД, чтобы учиться, исследовать, работать за рубежом. И сейчас уже почти вы видите до 100 цифр, миллион иностранцев смогли познакомиться с Германией. Я хотел сказать, что в Казани существует, кроме русского и немецкого груза, две прекрасных программы. Николай Лобачевский мы ежегодно отправляем до 30 специалистов, бакалавров на учебу в Германию на два года. Это единственная программа, которая в такой форме существует в России. Очень сильно работаем вместе с Министерством образования науки в Татарстане и Киеву. Всегда регирующий груз, 80% всех специалистов из Киеву. Другая программа. Мы организуем краткосрочные исследовательские пребывания в Германии до трех месяцев. И мы предлагали Министерство РФ организовать помощь в глобальном образовании, потому что мы все структуры знаем, мы союз, в конце союз всех немецких грузов. Министерство к сожалению два года и три года может отказаться. не хотели, чтобы поможли. У нас всегда более-более интересно станут проектные гранты, что исследовательская группа собирается, индивидуальные степени, и поддержка, я это уже заметил, не только Erasmus есть, и Erasmus Plus, программа Мобильность и Европейская союза. Это мы тоже занимаемся на первом месте в Китае, 25 тысяч человек из России, уже 12 тысяч студентов, и это уже забываем, это цифры, вы уже слушали. Спасибо за внимание. Продолжение следует...